проявляя излишек кожи и образуя носогубный залом, улучшает кровообращение и регенерацию, улучшается питание всех тканей, в том числе и надкосницы, устранить застойные проявления, такие как отеки и фиброзы. Всем привет! Сегодня поговорим о надкоснице. Эту тему я не раз затрагивала и она вызывает много вопросов и иногда даже сомнений, судя по некоторым комментариям. То, что костная система стареет, это неоспоримый доказанный факт. Многие косметологические процедуры работают на поверхности, не затрагивая глубинные слои. Но процесс старения начинается с костей, затем возрастные изменения происходят в надкоснице, в мышечно-связочной системе и только потом процесс увядания касается нашей кожи. В своих видео я неоднократно рассказывала, что происходит с костями черепа и как на кости черепа воздействует ботокс и его аналоги. А также показывала приемы, которые благоприятно воздействуют на надкосницу. Ссылки на эти видео я обязательно оставлю в описании. Надкосница это соединительно-тканная оболочка, которая покрывает наши кости, имеет свою собственную капиллярную и нервную систему. Кровеносные сосуды питают надкосницу и через нее происходит питание костей. Глубокий массаж надкосницы питает ее, улучшает кровообращение и регенерацию. Воздействуя на надкосничную ткань, мы омолаживаем наши кости, делая их мягкими и пластичными. Наверняка многие из вас слышали про остеопороз костей. С возрастом минеральный состав костей меняется, кости становятся хрупкими. Молодая кость пронизана сетью кровеносных сосудов, она содержит больше воды и органических веществ. А у человека после 50 лет уменьшается общий объем костной основы. Кости становятся более хрупкими и легко травмируются. Одной из главных рекомендаций в профилактике остеопороза является физическая нагрузка. Это и понятно, при физической нагрузке усиливается кровообращение. Улучшается питание всех тканей, в том числе и надкосницы, которая питает нашу кость, делая ее крепкой. И точно такой же процесс происходит с костями нашего черепа. Чем мы можем себе помочь, чтобы предотвратить усыхание и хрупкость костей черепа, а также устранить застойные проявления, такие как отеки и фиброзы. Перед тем, как работать с надкосницей, наладим лимфоток. Укладываем ладонь на область под ключицей и делаем мягкие массажные движения. С одной стороны и с другой стороны. Затем прокачаем мягко надкосичные лимфоузлы, делаем вдох и на выдохе сдвигаем плечи вперед, углубляясь на ключичные впадины. Затем прогладим шею с боковой стороны по направлению лимфотока. И приступаем к массажу. Мы будем воздействовать на надкосницу и швы лицевого черепа. Первым приемом мы проработаем наш скальп. Этот прием похож на массаж апоневроза, где мы сдвигаем кожу с костей черепа. Здесь же мы впиваемся глубоко в ткани и мелкими шагами прорабатываем каждый сантиметр, воздействуя на надкосницу нашего черепа. Прорабатываем каждый сантиметр. Этот прием может у вас занять до двух минут. Глубоко проработаем затылочные бугры. и переходим к лобным буграм. Основание ладони укладываем на лобный бугор и начинаем глубоко прожимать его в течение нескольких секунд. Переходим на другую сторону. Чтобы снизить нагрузку на шею, этот прием можно делать слегка наклонив голову, либо выполнять его лежа. Проработаем середину лба в области метапического шва. Для этого основание ладони утапливаем в области межбровья и делаем мелкие вибрирующие движения из стороны в сторону. Работаем по надкоснице через мягкие ткани. Акцент не на скольжение вверх, а на глубину. То есть, утапливая ладонь в ткани, ладонь сама скользит вверх. Следующий прием. Прорабатываем шов между лобной и носовой костью. Для этого основание большого пальца укладываем на выемку между носовой и лобной костью. Локоть опирается о поверхность стола. Фиксируем это положение на 20-30 секунд. Дополнительного воздействия мы не оказываем. Голова под собственным весом скользит по основанию большого пальца, дополнительно прорабатывая еще и метопический шов. Следующий прием. Прорабатываем надкосницу внешнего края глазницы. Для этого сгибаем пальцы и косточками углубляемся в ткани у внешнего края глазницы в районе брови. Фиксируем это положение на 5-7 секунд. Затем переставляем пальцы и продолжаем оказывать воздействие в течение 5-7 секунд. Этот же прием мы можем сделать оперевшись локтем у поверхность стола. Наклоняем голову и прожимаем надкосницу внешнего края глазницы в течение 5-7 секунд. Переставляем пальцы и продолжаем прожимать надкосницу. Этот прием довольно чувствительный из-за напряжения в мягких тканях и костного напряжения. Постепенно боль и напряжение уйдет и этот прием не будет вызывать дискомфорта. Переходим к нижнему краю орбиты. Этот прием можно сделать точно так же, оперевшись локтем о поверхность стола и зафиксировать это положение на 5 секунд. Затем переставляем пальцы и фиксируем также на 5 секунд. Либо можно прокатывать косточками пальцев от центра в стороны. Три раза с одной стороны и три раза с другой стороны. Затем проработаем центральную часть лица. Со временем скуловые кости сдвигаются к центру, проявляется излишек кожи и усугубляется носогубный залом. Мы будем мягко раздвигать скуловые кости, воздействовать на шов между верхней челюстью и скуловой костью. Итак, локтем упираемся о поверхность стола. Основание ладони упирается в нижний край выступа средней части лица и голова под собственным весом сама оказывает давление и мягко раздвигает скуловые кости. Находимся в таком положении 20 секунд. Делаем поочередно на одну и другую сторону. Обратите внимание, что основание ладони должно расположено так, чтобы пальцы были направлены в сторону виска. Прием на расширение центральной части лица. Указательные пальцы укладываем на боковую сторону носовой кости. Вторым пальцем обхватываем выступ центральной части лица. Делаем 5 глубоких вдохов и выдохов. Язык в это время прижат к небу. Представляем, что наши кости пластичны и мы легко и мягко их расширяем. Переходим на другую сторону. Язык прижат к небу. Подключаем визуализацию, что наши кости пластичны и легко поддаются коррекции. Затем точечно проработаем возле крыльев носа, углубляясь над костницу. После выполнения этого приема вы почувствуете облегчение носового дыхания, пазухи очистятся от слизи и вы почувствуете, как уходит напряжение из лобной и центральной части лица. Следующим приемом мы также воздействуем на надкостницу скуловой кости и снимаем напряжение в месте крепления жевательных мышц. Опираемся локтем о поверхность стола, а косточки пальцев упираются под скуловую дугу в месте крепления жевательной мышцы. Фиксируем это положение на 20-30 секунд. И выполняем этот прием на другую сторону. Дополнительного воздействия мы не оказываем. Голова также под собственным весом сама оказывает давление. Следующий прием направлен на улучшение работы височно-нижнечелюстного сустава, так как это также является важным фактором старения ткани лица. Мы улучшим кровообращение и питание суставной капсулы височно-нижнечелюстного сустава, улучшим мобильность сустава и обеспечим увлажнение суставного диска. Большие пальцы укладываем в районе козелка, слегка приоткрываем рот и чувствуем, как мы углубляемся. Фиксируем это положение на несколько секунд, отпускаем и повторяем этот прием еще 5 раз. Дальше проработаем надкосничную ткань нижней трети лица. Обхватываем наш подбородок и довольно глубоко прорабатываем надкосницу через мягкие ткани. Затем проработаем линию нижней челюсти, обхватываем пальцами челюсть и прорабатываем каждый сантиметр. И завершаем наш массаж лимфодренажным приемом. Проглаживаем наш лоб глубоко от центра в стороны и спускаемся по боковой поверхности лица и шеи. Затем отводим жидкость центральной части лица, собираем пальцы в кулак, разводим их от центра в стороны, разворачиваем ладони и спускаемся по боковой поверхности шеи. Тот же прием мы выполняем на нижнюю треть лица. Разворачиваем ладони и спускаемся. После выполнения этого массажа вы почувствуете, как тепло разливается по всем структурам лица, включая костную ткань. Благодаря проработке черепа улучшается зрение и память, уходит отечность и головные боли. Противопоказанием к этому массажу являются острые кожные проявления на лице и голове, опухоли на лице и голове, открытые раны, гипертонический криз и патологический лимфостаз. Этот массаж можно выполнять курсом 1-2 раза в неделю из 10 сеансов. Повторять курс этого массажа можно 1 раз в 3 месяца. Если вам было полезно это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Понятие готово! Продолжение следует...